Да, ребята, да, ребят, это не моя профессия, да. По-моему, я это не скрывала. Я абсолютно не диктор. Я первый раз стояла за камерой. А если вы хотите, то сами выйдите и попробуйте встать возле камеры вот так вот и что-нибудь сказать. Я думаю, что может у вас получится, а может и нет. Не знаю, в общем. Ну, как хотите. Короче, попробуйте сами. Она покинула проект одна из первых. Елизавета Федоренко, выпускница театрального вуза. Еще на кастинге хотела круто изменить свою жизнь. Ты готова посвятить свою жизнь журналистике? Ну, в принципе, да. Я пришла сюда, и я готова. Сейчас она заканчивает театральный институт и ищет свой театр. Дарья Очагова продолжает работать тренером по растяжке. Ирина Першакова по сей день уверена, что создана для профессии журналиста. Анфиса Гребенщикова уехала в Лондон в самый разгар проекта. Вернулась и занимается любимым делом. Трудится в сфере туризма. Полина Зайцева второкурсница. В вузе постигает азы журналистики. И сейчас каждую свободную минуту отдает первому Ярославскому, несмотря на то, что покинула проект. Не случившиеся победители Алена Ресенкова и Иван Герасимов намерены продолжить борьбу за свое место в штате первого Ярославского. Что-то другое пробовать. Может прийти сюда же и опять как бы биться в одну и ту же точку. Ну, говорить, заявлять о себе, может быть. То есть, или попробовать прийти на испытательный срок, чтобы доказать, что я все-таки могу. Я как бы достойен этого, что я смогу показать результат, смогу работать здесь. Ну, я считаю, что отсюда я уходить не собираюсь. Я все-таки хочу дальше пробовать, учиться и все-таки остаться в этом коллективе и пойти дальше в этой сфере. Изменения просто кардинальные, можно сказать. Потому что тут работа не только ради работы, так скажем. Тут работа в коллективе. Это очень повлияло на мое эмоциональное состояние. То есть, как человека именно. То есть, работая с людьми, которые немножко старше меня, которые опытней, я принял в них какой-то опыт именно общения с людьми, правильной коммуникации в этой сфере. То есть, не только общение, допустим, с очевидцами, когда ты приезжаешь на место события, а еще общение с нашим составом, то есть, вашим, вернее, составом, который здесь есть, который вы нас на три недели погрузили. Ну, и это огромный, значительный просто опыт. Их было 50 амбициозных, честных, открытых и жаждущих попасть по ту сторону экрана. Кастинг на реалити-шоу «Стажер» прошел на Первом Ярославском в конце мая. Экспертный совет отобрал 8 ярких, талантливых и, как нам казалось, перспективных. Зову меня Армянский Сергей. Увлекаюсь спортом, музыкой, всякого вида творчества. Которая свирепствовала в Ростове-на-Дону в 1920-е годы прошлого столетия. Ее говорят такого... Твое место на телеканале, там ты себя ведешь. Я сейчас так волнуюсь, что я боюсь, что ведущий это очень из-за того... Здравствуйте. Начались трудовые телевизионные будни. Каждое утро лекции, мастер-классы от репортеров, ведущих, редакторов, режиссеров и операторов. По кусочкам они монтировали себя. При этом не забывали о тех, с одной стороны стандартных, а с другой, как им казалось, в высоких сверхзадачах. Вот так? Всем привет. Меня зовут Першукова Ирина. Я пришла сюда попробовать себя в качестве корреспондента. Готова? Да. А, нет. Да. Всем привет. Меня зовут Зайцева Полина. Я пришла на Первый Ярославский, чтобы почерпнуть новые знания в сфере журналистики. В дальнейшем хочу быть корреспондентом. Здравствуйте. Меня зовут Герасимов Иван. Пришел на Первый Ярославский, чтобы попробовать себя в роли корреспондента. На телевидении вижу себя в роли телеведущего. Меня зовут Гребенщикова Анфиса. Я пришла попробовать себя в роли корреспондента Первого Ярославского и хотела бы вести авторскую передачу на нашем телевидении. Здравствуйте. Меня зовут Федоренко Елизавета. Мне 23 года. Я пришла сюда, чтобы узнать, что такое журналистика и попробовать себя в качестве корреспондента. Всем привет. Меня зовут Ачегова Дарья. Я сюда пришла, потому что мне было интересно посмотреть, как снимаются новости, как снимаются различные передачи на нашем Первом Ярославском. И, естественно, я себя вижу в роли корреспондента. Здравствуйте. Меня зовут Львова Ксения и пришла я... Моя речь. Здравствуйте. Меня зовут Львова Ксения и пришла на Эферу Ярославский, чтобы осуществить свою детскую мечту работать на канале. И вижу я здесь в себя ведущие новостей. Всем привет. Меня зовут Лесенкова Алена. Я пришла сюда для того, чтобы образовать себя в журналистике. Ну и, конечно, я вижу себя ведущей на Первом Ярославском. Первые съемки, первые дубли и первые шишки. Все и сразу, никогда, ни у кого на ТВ не получается. Но они старались, работали и каждый день пытались попасть в заветный и такой пока недоступный и непонятный для них эфир. Кому площадка не подалась в этот раз, обещают, что в следующем году придут обязательно, потому что пропустить они такое не могут. Сегодня на Ярославском стадии. Ярославском. 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 А вон погас. Держите, только кнопочку встал. Два часа обсуждения. Доклад на 50. Давай заново с вами. В наше время искать клад запрещено законом. Но... Кому площадка не подалась? А, все. Телевидение вам не говорит прощай. Мы говорим, допустим, на сегодня кто уходит, тому до свидания. Но и скажу вам, и скажу тем, кто остается, все в ваших руках. Абсолютно. Потому что темы для сюжетов лежат под ногами. 15 июня 2018-го. Этот эфир стал самым сложным и для стажеров, и для экспертного совета. В проекте осталась стройка финалистов. И началась борьба за свое место под солнцем в эфире первого Ярославского. А что тебя вот так выбило из колеи сейчас? Почему ты не улыбаешься, не радуешься тому, что ты остался? Ну, не знаю, потому что как бы стоит еще очень серьезный этап, самый последний, которому уже придется на самом деле работать как-то, соперничать, а не сотрудничать по этому. Это будет тяжело, я думаю. Когда ты услышала, что твои коллеги, да, почти, они проголосовали против тебя, как были? Что ты чувствовала? Мне на самом деле так было приятно. Потому что я понимала, что если меня хотят выкинуть, значит, я составляю угрозу, значит, я конкурент. Это приятно. А велики ли у тебя шансы победить в этом паре? На самом деле, с каждым разом все страшнее и страшнее. Процент конкурентной способности немножко, да, только подупал уже. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что сейчас пройдут два выходных, соберемся с мыслями, с силами и дальше в бой. Вот. Отпускать ни в коем случае нельзя. Это до конца с победой. Дойти до конца у Алены Лисенковой получилось. А вот вкусом победы она так и не насладилась. Голоса экспертного совета и телезрителей отданы не в ее пользу. С небольшим отрывом в проекте побеждает Ксения Львова. Она зачислена в штат телекомпании. Я когда узнала, что я победила, на самом деле, я сначала так задумалась, а потом, когда я уже действительно мне пришло создание, я все так... А-а-а-а! Как же здорово! Вот. Но потом я поняла, что очень был трудный путь для меня, на самом деле, потому что многие мне говорили, что вот, может быть, это не твоя профессия, Ксюша, там, опомнись. Вот. Но я благодаря этому проекту очень много для себя чего открыла, и мне говорят об этом мои друзья, мои родственники. Я сама это чувствую, поэтому мне кажется, что моя победа была не случайна. Она хотела быть актрисой, но, как мы помним, ее детская мечта работать на телевидении. Мечты сбываются, у нее все впереди. И первые нетленки, так любят называть журналисты, громкие и яркие материалы. Первые победы и поражения на непростом эфирном фронте. О ее планах на журналистику мы узнаем во вторник. В рамках проекта «Информационный опен-эр» будет интервью с победителем. А пока первые эмоции – чувства, которые одним пока не дают покоя, а другим – осознание, что все позади. Но на самом деле все только начинается. Наверное, дало познание, что такое вообще журналистика, вот, и умение, огромное умение, конечно, в этом. Это была феерия, я не знаю, это был опыт, это было полное погружение в сферу журналистики. Благодарна этому проекту, потому что такие возможности, такие интересные моменты в своей жизни не всегда может человек пройти. но я прошла, я победила, и дальше теперь только идти вперед-вперед и ни в коем случае не сворачивать.